В Якутии пропало солнце, и 8 августа в северо Двинске был взрыв. Ядерный взрыв, как сообщают нам иностранные СМИ. Зато наши СМИ об этом молчат. И вот спутник заснял в Белом море танкер для сбора радиоактивных отходов. На спутниковых снимках американской компании «Планет» в Белом море замечен транспортный танкер «Серебрянка», предназначенный для сбора и хранения радиоактивных отходов. Речь идет о районе, где при испытаниях жидкостного реактивного двигателя произошел взрыв и пожар. Об этом сообщает в Твиттер сотрудник Миддалберийского института международных исследований в Монтрее, США, Джеффри Льюис. Специалист предполагает, что могла испытываться крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник», которая должна оснащаться малогабаритной, сверхмощной ядерной энергоустановкой. Напомним, инцидент произошел 8 августа в населенном пункте Нюнокса. Известно о двух погибших и 15 пострадавших. Взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, уточнили в Минобороны. Сообщается, что наряду с диагнозом «тяжелые взрывные травмы» пострадавшие имеют вторую запись радиационное облучение. Одежду раненых сожгли сразу после госпитализации. Точно так же поступили и с костюмами химзащиты и одеждой врачей, которые первыми оказывали помощь пострадавшим. После ЧП датчики в Северодвинске зафиксировали превышение уровня радиации в течение 20 минут. Максимально достигнутое значение 2 микрозиверта в час при аварийной отметке 0,6 микрозиверта в час. Радиационный фон быстро пришел в норму 0,3 микрозиверта в час. Несмотря на заверения местных властей, военных и показания многочисленных личных дозиметров, северодвинцы скупили в аптеках препараты йода, а для верности еще и водку и вино. Так вот, не совсем верно сообщили, что погибло двое сотрудников, потому что через некоторое время поступили сообщения, вчера же, 9-го, что 5 сотрудников Росатома погибли во время испытаний в Архангельской области. 5 сотрудников погибли и трое получили ожоги и травмы различной степени тяжести во время тестирования инженерно-технического сопровождения изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке на военном полигоне в Архангельской области. В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли 5 сотрудников госкорпорации Росатом. В Росатоме выразили соболезнования родным и близким, но как это водится, как ранее сообщала Миноборона, 8-го августа во время взрыва реактивной двигательной установки и дальше, конечно, вступает в движение администрации Северодвинска, которая, естественно, будет успокаивать своих жителей. Но что толку их успокаивать? Над Якутией пропадает солнце 8-го августа. Здесь тоже взрыв. Что происходит? Я так понимаю, что это не один и тот же взрыв, что в Якутии были свои взрывы, а здесь, в Северодвинске, был еще один взрыв. И что взрывали? В море что-то взрывали, потому что море было перекрыто для движения весь день 8-е и 9-е августа. Море открыли, сегодня, кажется, его уже открыли, но оно было перекрыто. Что происходит? Какие такие ракеты нового типа или старого типа тестируют в Белом море? Что происходит, друзья? Почему постоянные ядерные испытания на территории нашей страны? Сколько можно? Ведь это не одно ядерное испытание. Они проводятся в нашей стране постоянно. Люди об этом вынуждены были молчать, потому что люди боятся. Страх сковывает им их языки и челюсти. Итак, мы понимаем, друзья, что государство живет своей отдельной жизнью. Чиновники государства, Министерство обороны, они живут своей жизнью и выполняют свои задачи. Но первая задача – испытание оружия, как вот мы сейчас видели в Якутии и в Северодвинске. В один и тот же день произошло испытание. Накануне ядерный взрыв был в Ачинске, под Красноярском, теперь и Якутия, и Северодвинск, Архангельск. И зачем эти испытания? Может быть, просто единственная цель уничтожения населения? Или, возможно, это демонстрация силы для кого-то? Для кого-то, кто, допустим, не за Китай. Для Соединенных Штатов. Возможно, да, а возможно, это вообще все как бы одна струя, одно направление мирового правительства, которое руководит нашим правительством, марионетками, которые правят сегодня в России. Итак, начало пропадать солнце в Якутии, Северодвинские взрывы, Вачинские взрывы, и все это в одно и то же время. А вы говорите, у нас нет войны. Да есть война. Война стоит не только у нашего порога. Война ведется в нашем собственном доме. Спите, жители Багдада. В Багдаде все спокойно. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Я Таня Карацуба. Я Таня Карацуба. Субтитры создавал DimaTorzok